Узнавайте самую свежую информацию о жизни Пушкинского городского округа в нашем блоке «Время новостей». Прямо сейчас. Вы смотрите итоговый выпуск новостей, и это значит, пришло время поговорить о том, чем запомнится неделя в округе Пушкинский. В студии Евгения Коломит. Здравствуйте. И сначала коротко о том, что вы увидите. Крещенская ночь. Православные в ночь с 18 на 19 января окунулись в купели округа. Крещенская вода. На территории Троицкого храма организовали раздачу святой воды. Урок-концерт в Красноармейске в кадетской школе-интернате провели мероприятие, посвященное православным традициям. С Божьей помощью своими силами в Нововоронино восстановили заброшенный источник. В каком состоянии в округе автобусы и остановки? Максим Красноцветов проверил работу общественного транспорта. Почетный юбилей жительнице Пушкина, ветерану труда и труженице тыла Антонине Петровой исполнилось 95 лет. В Пушкино открылась уникальная ярмарка. Жители округа смогут попробовать фермерские деликатесы со всей России и стран СНГ. Покорми птиц Пушкина. Ученики 4-го А-класса Пушкинской школы номер 5 запустили челлендж. Берегите свою жизнь. О мерах безопасности при переходе через железнодорожные пути напомнили жителям округа. Чтобы было тепло в рамках акции «Добрые дела» помогли семье Третьяковых. Образы Николая Некрасова в творчестве Ильи Глазунова в Центральной библиотеке в Пушкино открылась выставка. Неподшитый старенький в Данилово отметили День русского валенка. В седьмой раз в Пушкино прошел фестиваль «Вифлеемская звезда». В начале этой недели православные христиане отметили светлый праздник Крещения Господня. В ночь с 18 на 19 января проходили крещенские купания. Считается, что погружение в воду три раза дает духовные и телесные силы на весь год. Окунуться в округе Пушкинский можно было на двух площадках, где и как прошли крещенские купания, расскажет Анастасия Спирина. Главное место для окунания – река Уча в районе родника Ивушка. Здесь оборудовали палатки для обогрева после погружения в воду, а также волонтеры приготовили чай со сладостями, чтобы после подкрепиться. Но в начале по традицию воду осветили великим чином. Таким образом, вода в реке стала Великой Геасмой, то есть Великой Святыней. Заходи далеко. Приходить за водой на источник Казанской Божьей Матери стали задолго до полуночи. Верующие набирали богоявленскую воду, которая по своим свойствам не уступает крещенской. На улице было минус 9. Погода по крещенским меркам теплая. На три купели, две закрытых и одну открытую выстроилась очередь из желающих окунуться. Есть те, кто уже не новичок и каждый год совершает это действие. Окунувшись, отмечают чувство эйфории. – Шикарные? – Да. – Не холодно, не страшно? – Не первый раз. – А что нужно, чтобы решиться? – Желание. – Всю жизнь в зиме. Окунаемся каждый год. – А что это вам дает? – Ну, силу, наверное. Силу, духовную силу. – Каждый год ездим. – И как? – Всегда все прекрасно. – А что это вам дает? – Ну, не знаю, благодать какая-то. На душе сразу легко становится. – Впечатление классное у меня не получилось, я не окунулся. Я только по поясу. – Нет, что ты испугался? – Ну, думаю, в следующем году, либо завтра получится. – Купание в Крещенскую ночь – это народная традиция, которая ничего общего с православием не имеет. Вопреки мнениям, это не панацея от грехов и болезней. Наоборот, медики не советуют окунаться людям с хроническими заболеваниями, в том числе сердца, сосудов и опорно-двигательного аппарата. – Это совсем необязательное действие. И ни церковь к этому вообще никак не призывает никого. Это просто люди сами выбирают. Некоторые думают, что если человек купается, то ему прощаются какие-то грехи. Это абсолютно не так. И если человек болеет, то нечего лезть в эту холодную воду. В Мураново приехало много жителей Вантеевки, так как там нет разрешенных мест для купания. Отец Феофан для всех верующих приготовил сувениры. Можно было взять с собой календарь или иконку с молитвой. Весь день с 9 утра до 10 вечера 19 января на территории Троицкого храма любой желающий мог набрать себе святой воды. Это уже традиция. На крещение Троицкий храм всегда организовывает раздачу крещенской воды. Было подготовлено несколько десятков бочек. Подробности в материале далее. – Подходите, наливайте! Бога нами прославляйте! С праздником всех! Крещение Господне или Богоявление празднуется православной церковью 19 января. Это один из дней, в который все православные храмы переполнены посетителями и по древней традиции совершается освящение воды, которое называют великим водоосвящением. Эта вода особая. Она называется по-гречески «великой агиасмой», то есть «великой святыней». Люди стараются эту святую воду хранить. Во-первых, с благоговением ее набирать в храме без всякого ропота, потому что, как любая святыня, она может быть во исцеление души и тела, а может быть и в суд, и в осуждение. Целый день возле Троицкого храма была очередь. Верующие приходили, чтобы набрать святой воды. Разливать ее с 9 утра помогали добровольцы. Это люди, которые уже не первый год становятся участниками такой традиции. Сегодня мы трудимся во славу Божию. С самого утра принимаем участие в разливе воды святой. Поздравляем всех с праздником крещения. Очень светлый праздник. Каждый год у нас очень дружный коллектив. Разливаем людям, несем добро, счастье. Желаем всем здоровья. Не замерзаете? Нет, нет. С помощью Божьей все хорошо. Чтобы всем хватило воды, было выставлено несколько десятков бочек, которые постоянно пополняли. Крещенская вода обладает особыми свойствами. Не портится год и более. А также считается, что она наделена целебной силой. Сегодня не только в храме святая вода. Сегодня вся святая вода во всем нашем мире. Потому что освящается все водное естество. Мы это читаем в молитве при учении освящения. Поэтому люди стараются прийти в храм, в храм и набрать воду. Чтобы не только набрать эту воду, чтобы зайти в храм и помолиться, и помянуть своих родных и близких, и поставить свечку. В богоявлении крещенскую воду можно пить целый день с верой и молитвой. Но потом её следует употреблять натощак, либо по особой необходимости. Также ей окропляют жилище. Ещё одна особенность крещенской воды в том, что её можно разбавлять. От этого она не потеряет своих свойств. Вы знаете, я крестьянин. Сегодня праздник – Великий освящение воды. Поэтому это мой долг и моя православная вера. Меня сюда привела, чтобы я набрал водички. Поэтому это нужно, это необходимо, это каждому человеку. Особенно тот, кто верует. Если вы не успели набрать святой воды, то на протяжении нескольких дней после крещения её будут раздавать в храме. Мария Лихобабенко, Антон Орловский, Яков Глейзер. Пушкинское телевидение. О традициях и самой сути Рождества Христова и Крещенского сочельника поговорили во вторник с кадетами. В Красноармейском НОП-центре провели урок-концерт. Это первое после новогодних каникул мероприятие. Оно состояло из двух частей. Первая – беседа на тему этих праздников, а вторая – концерт. На подготовку у ребят была всего лишь неделя. Что из этого вышло, расскажем в сюжете. 18 января в Красноармейской кадетской школе-интернате ученикам с 1 по 11 класс рассказали о таких праздниках, как Рождество Христово и Крещение Господне. Говорили о их важности, о традициях и о том, как они появились. Это был не просто урок, а урок-концерт, днём проведения которого выбрали именно крещенский сочельник. Во второй половине мероприятия выступил хор. Ребята исполняли церковные песнопения, звучали рождественский тропарь и молитвы «Достойно есть» и «Царю Небесный». И ребята в НОП-центре здесь тоже эти молитвы поют перед началом, например, хорового занятия. То есть для них это не является какой-то концертной вещью. Они понимают глубокий смысл обращения к Господу за тем, чтобы он помог им вот этот час репетиции или час занятий провести с пользой для его души. Не обошли себе с рождественских калядок. Хор исполнил их на греческом языке. В Древневизантийской империи они назывались «каланда». Оно произошло от римских календ. Календами называли первые дни месяца. Каланды, или по-нашему это калядки, распевают все 12 дней между Рождеством и Крещением. На уроке концерта еще звучали и разные стихотворения в исполнении ребят. Например, это произведение русского поэта Дмитрия Попова «Рождество». Зимний день, заветный праздник, Пусть мороз, январский зов, Он, как ряженый проказник, Снова в гости к нам пришел. Распахнулись на стеж двери, Разгулялась суета, Все, кто верит и не верит, Славит мальчика Христа. Прочитали еще и стихотворение Бориса Пастернака «Снег идет». Говорят, что поводом для написания этого произведения Стал обычный обильный снегопад. Он оттолкнул поэта на серьезные философские размышления. «Снег идет, и все смятение, Все пускаются в полет. Черные лестницы, ступени, перекрестка, повороты. Снег идет, снег идет, Словно падают не хлопья, А в заплатанном салопе Сходят с неба небосвод». Готовиться к уроку-концерту в кадетской школе Начали сразу после каникул. На все у ребят была лишь неделя. За это время они изучили на занятиях хора Новые произведения и даже успели выучить Одно из них на греческом языке. По словам педагогов, Именно искренний интерес кадетов К истории и традициям этих праздников Помогает так легко и быстро усваивать все. Обязательно в хоре нашем есть Репертуарные вещи, Связанные с православным пением. Мы неоднократно участвовали В службе в нашей церкви Александра Невского. Но, правда, это такая традиция получилась, Что, когда дети приходят, Взрослые настолько рады их приходу И настолько поражены, Что они тут поют и на греческом, И на древнерусском все эти песнопения, Что мы почти срываем службу. Но, тем не менее, детям это надо, Потому что традиция была, Что во всех воинских частях Обязательно был батюшка. То есть люди, военные, Всегда перед ответственным боем Получали благословение. Люди были погружены в эту веру, В эту культуру. И мы постараемся это вернуть Через вот эти праздники, Концерты, уроки. Впереди у кадетов пасхальная неделя. Сейчас начнется к ней подготовка. Также кадеты всегда участвуют В православных конкурсах И выезжают в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Евгения Коломиц, Владимир Парфенов, Юрий Добрунов, Пушкинское телевидение. Еще одна новость, связанная С православной темой. Она касается восстановления Заброшенного источника в Нововороне. Наблагоустроить его решили Еще в 2018 году. Но сразу реализовать задуманное Не вышло. И только прошлым летом Удалось начать строительство. Работы велись активно, Все делали своими силами И с Божьей помощью. И вот 15 января состоялось Торжественное открытие И освящение источника. Его назвали в честь Преподобных отцов Сергия Радонежского И Серафима Саровского. Благословляется и освящается Часовня сия Во имя святых преподобных Отцов Сергия Радонежского И Серафима Саровского Во имя Отца и Сына И Святаго Духа. Аминь. 15 января в Ново-Воронино После благоустройства Был освящен источник Преподобных отцов Сергия Радонежского И Серафима Саровского Для жителей деревни Это важный день. Место это историческое Оно известно Еще было до революции Относилось к Троице Сергию Лавре. Кроведы считают, Что именно отсюда Даже набирали воду Для засолки Для монастыря. Потому что вода Это отличалась И отличается Своими особыми Такими качествами. Долгое время Источник находился В заброшенном состоянии. Воду здесь набирали, Но подобраться к нему Было сложно. Только в хорошую погоду, Да и в основном лишь летом. История восстановления Источника Начинается с 2018 года. Тогда Михаил Курдюков Вместе с другом Решили облагородить это место. В первую очередь Они расчистили территорию. В том году, В 2018 году Нам удалось провести Небольшой объем работ. Были установлены Бетонные кольца. И проведены Земляные работы. На том этапе, Скажем так, Все это остановилось И кончились силы И средства. И мы, Скажем так, Зашли в такой некий тупик. Но задуманное Они не бросили. Провели спортивные мероприятия, На которых был организован Сбор средств На восстановление Источника. И в итоге Команда их пополнилась Новыми ребятами, Единомышленниками. Удалось разработать Даже проект Источника. А после крестного Хода от государя К преподобному Летом 2021 года Желающих помочь В восстановлении Стало еще больше. Тогда и началось Строительство. И потихонечку, С Божьей помощью, С начала августа Мы усиленно Стали трудиться здесь. Сначала ходили Несколько раз в неделю. Но, наверное, Ближе к сентябрю Понимаешь, Что работа затягивается И нужно их успеть Доделать до зимы. Мы стали ходить сюда Почти каждый день Как на работу. Основной костяк был Это где-то Четыре-пять человек Которые, Меняясь Через день, Через два. Но вот ежедневно Здесь трудились По два-три человека Безвозмездно Во славу Божию. Делали все Своими силами. К сожалению, Техника подъехать Сюда не могла. Поэтому весь материал Носили сами. Сделали мостки, А также построили купель. Теперь я с радостью Раз в неделю Примерно выбираюсь На святой источник. А вы рады, Что здесь открылся Наконец-то источник? Он теперь благоустроен? Да, конечно, конечно. Мы здесь проходили Летным крестным ходом. Вот, этой шестовнище не было. А сейчас уже, Вот видите, Все благоустроено, Освещено. Поэтому вот всех Приглашаем сюда На крещение. Можно вообще В любой день приезжать. Источник прекрасный. Вода теплая. Тело прям горячее После того, как окунулся. Оно здорово, бодрит. Слава тебе, Господи. Смолишь очень хорошо. Выходишь из воды И хочется снова и снова. Прямо даже вот в этот же раз. Ну, надеемся, Что не последний раз Приезжаем сюда И приходим на Святые источники земли российской. Спасибо тем, Кто это считал. Спасибо всем, Кто нас потрудился Над этим чудом великим. Кто создал этот источник. Среди тех, Кто принимал участие В благоустройстве, Были и те, Кто создал Лыжную трассу В Нововоронино. Кстати, Источник находится Недалеко от нее. Я хотел бы Поблагодарить всех, Кто принял участие В строительстве Этой Святой Часовни, В устроении этого места И всех вас, Дорогие братья и сестры, Чтобы вы все Ценили это место, Чтобы сюда С радостью приходили, И чтобы всегда Здесь был порядок, Чтобы набирали эту воду, Несли к себе домой, И чтобы она всем была В исцелении души и тела. С праздником всех вас, Храни вас всех, Господь! Евгения Коломис, Владимир Парфенов, Яков Глэйзер, Пушкинское телевидение. В каком состоянии В округе Пушкинске Сейчас автобусы и остановки. Глава муниципалитета Максим Красноцветов Лично проверил работу Общественного транспорта. Каких маршрутов Коснулись изменения С этого года, Расскажем. Состояние остановок, Светофоров и автобусов. Частые вопросы, Которые беспокоят жителей. Сегодня по поручению Губернатора Московской области Максим Красноцветов Лично проверяет работу Общественного транспорта В городском округе Пушкинский. Поступали обращения, И 22 маршрут говорили, Что там в час пик, Туда не сядешь, Или, допустим, Оттуда не выйдешь, Или туда не въедешь. С этого года Мы заменили все автобусы Только на большой класс. Нарекания были Вот именно на автобусы Среднего класса Не могли войти Мамочки с колясками, Да, как бы там Ну, с каким-то Крупный габарит. С 1 января Изменения коснулись Не только 22 маршрута. В 316-й Добавили 4 единицы Подвижного состава, А в 16-к, Который пролегает От микрорайона Новая Пушкина До ЖД-станции, Дополнительные Два автобуса. Мы мониторим Социальные сети, Мы мониторим Все обращения, Которые сейчас поступают. И достаточно оперативно Реагируем На то, На те высказывания, На те обращения, Которые поступают К нам в том числе. И если объективно Проанализировать И взвесить работу, Организацию работы Общественного транспорта, Считаю, Что на сегодняшний момент Работа организована Удовлетворительно. Также с 10 января Проезд по 22 маршруту Из Авантеевки В Пушкино Оплачивается По единой Тарифной сетке. То есть, Как по городу. А с 1 января Этого года На всех автобусных Маршрутах Подмосковья Действуют льготы И скидки На проезд Для жителей Московской области. Мы уже не раз Рассказывали, Как в округе Поздравляют с юбилеем Ветеранов и людей Старшего поколения. Это уже давно Стало доброй традицией. 14 января Жительнице Пушкина Антонине Петровой Исполнилось 95 лет. Поздравить ветерана труда И труженицу тыла С почетным юбилеем Приехали заместитель Главы муниципалитета Артем Люхин И председатель Окружного совета ветеранов Борис Клюев. В округе Пушкинский Особое внимание Уделяется ветеранам. Для них проводят Различные мероприятия. Помогают, А также поздравляют С праздниками. Именно с этой целью Заместитель главы Муниципалитета Артем Люхин Вместе с председателем Совета ветеранов Округа Пушкинский Борисом Клюевым Пришли в гости К Антонине Петровой. 14 января Ветерану труда Исполнилось 95 лет. От всего сердца Поздравляем вас. Спасибо. Желаем Самое главное В наши Вот я уже не первый раз Поздравляю, да И самое главное Пожелать надо здоровья. Здоровья, здоровья И еще раз здоровья. Мы... Жить до своего часа На своих ногах В своем уме. Антонина Петрова Родилась в селе Босманово Саратовской области. В годы войны Она работала И параллельно Училась в школе. Через их село Шли беженцы Семью Антонины Митрофановны Даже хотели эвакуировать. Но до этого Не дошло. Семь классов я закончила. Первый год войны Закончился. Я семь классов закончила. У нас Была в школе В селе Семилетка. А средняя школа Была за семь километров В районе. И так как не было раньше Всеобщего среднего То обучение было платное 150 Никто не пошел Я маме говорю Я не пойду Она говорит Я тебе не пойду Взяла за руку И отвела Отучившись в средней школе Антонина Митрофановна Поступила и успешно Закончила Саратовский университет Стала учителем истории А позже получила Второе высшее образование Почти 50 лет женщина Проработала в школе В Пушкино она живет Уже 18 лет А потом я такая Общественная Вот я приехала сюда И тоже как-то Вступила в совет ветеран Я Почетный ветеран Подмосковья Вот мне последняя медаль Я стараюсь Я И раньше Я работала Я то лектор То Пропагандист То То Все Как-то И сын у меня Вот такой Об этом и не только Антонина Петрова Рассказала своим гостям Во время чаепития Женщина вспоминала Истории из ее работы Показала фотографии Ее семьи Поделилась результатами Общественной деятельности Подобные поздравления Ветеранов проводятся На регулярной основе Их главная цель Уделить внимание Пожилым людям И выразить благодарность К выжившим ветеранам История Это то Без чего Жить нельзя И Мы Не уйдем от этого Если мы не будем Помнить историю Не будем заботиться О тех Людях Кто сейчас остался Кто Заслужил это внимание Своей Кровью Потом Наверное У нас будущего Не будет Поэтому нужно приезжать Нужно Заботиться о них И уделять им внимание Мария Лихобабенко Владимир Овсяников Яков Глазер Пушкинское телевидение Благодаря вам Сейчас пришло время Для небольшой рекламной паузы После нее вас ждет Еще много интересных новостей Мы расскажем Как в Данилово Отметили праздник Русского валенка Что нового было На седьмом фестивале Вифлеемская звезда А также познакомим вас С выставкой Ильи Глазунова Природный газ Согревает ваш дом И делает жизнь Комфортной И уютной Но газ Может быть опасен Ни в коем случае Не нарушайте Правила его использования Строго запрещено Самовольно Газифицировать Жилые и нежилые Помещения Самостоятельно Ремонтировать Менять И переставлять Газовое оборудование Самовольно Менять планировку В помещениях С газовым оборудованием Привлекать К газоопасным работам Организации Без специального разрешения Нарушение этих правил Приводит к необратимым Последствиям Пожару Потере здоровья Или даже жизни Экологическим катастрофам Не оставайтесь безучастными Спасите себя И свою семью Заключите договор Технического обслуживания И установите Датчик контроля Загазованности Подайте заявку На портале Добродел На сайте Министерства энергетики Московской области В сайте АОМОСОБЛГАЗ По телефону Или в офисе Обслуживания клиентов Продолжает работу Магазин При Пушкинском мясном дворе Здесь вы сможете Купить свежее мясо По вкусной цене Например Окорок свино Всего за 299 рублей за килограмм Адрес магазина Город Пушкино Улица Соколовская Владение 23 Часы работы Ежедневно С 9 до 18 Также есть отдел заказов По телефону 8 910 824 98 Пушкинский мясной двор Всегда свежее мясо Хочешь стабильный И быстрый интернет? Подключай полный пакет услуг От компании Кросс Больше 140 цифровых каналов Стабильный безлимитный интернет И это все за 650 рублей в месяц Подключим бесплатно и быстро Позвони и получи роутер в подарок С 20 по 30 января Фермерские деликатесы От Абхазии до Камчатки В ТРЦ Акварель Разнообразие продукций Фермеров со всей России Бережно приготовленные Мясные деликатесы Домашние сыры Из натурального молока С 20 по 30 января В ТРЦ Акварель Компания Леруа Мерлен Пушкина Приглашает сотрудников На работу на вакансии Продавец-консультант Кассир-консультант Специалист отдела логистики Официальное трудоустройство Расширенный соцпакет Дружная команда Мы ждем тебя 8 800 700 00 99 Компания Радио Телестрой Вот уже 20 лет Оказывает услуги кабельного теления Мы предоставляем нашим клиентам 50 телеканалов в аналоговом сигнале И 155 телеканалов в цифровом формате Стоимость услуги составляет Всего 140 рублей в месяц Более подробную информацию Вы можете узнать по телефону Или на нашем сайте Большой выбор товаров из Индии Рис, чай, специи, косметика, украшения И многое другое На выставке продажи С 17 декабря по 16 января ТРЦ «Экварель» в городе Пушкино А вы знали, что шерсть верблюда Считается самой теплой из всех существующих? Более того, она имеет оздоровительный эффект Снимает головную и суставную боль Улучшает кровообращение Преимуществом одежды из верблюжьей шерсти Может стать профилактика простудных заболеваний А еще это тепло, удобно и комфортно Варежки, перчатки, наколеники, пояса, панталоны Жилеты, мужские и женские палантины И многое другое Можно найти на ярмарке Или в небольшом магазине На западной стороне города Пушкино Премьера в Пушкине Андрей Ильин, Игорь Ливанов, Павел Баршак и Юлия Такшина В комедии «Идеальный свидетель» 4 февраля ДК Пушкина Начало в 19.30 Изобилие мясных и рыбных деликатесов, сыров, сладостей, чая и сухофруктов будет радовать жителей округа до 30 января В ТРЦ «Акварель» открылась ярмарка фермерских деликатесов со всей России и стран СНГ На ней побывала наша съемочная группа Анастасия Спирина расскажет, что уникального там есть Настоящее гастрономическое путешествие В ТРЦ «Акварель» открылась ярмарка фермерских деликатесов со всей России и СНГ Уникальное количество продуктов собрано с мелких ферм и приготовлено по старинным рецептам Находка для гурманов Главное, все можно попробовать перед покупкой В качестве продукции продавцы уверены Я люблю свое, рука, действительно неплохо Я не гурман, чтобы сказать, что это прекрасно или другое прекрасно Но, честно говоря, понравился вкус Я за наши продукты Я из Советского Союза Вкусная пахлава из натуральных ингредиентов с фруктовыми начинками А также фруктовый щербет из натурального пюре и девяти видов орехов без тепловой обработки А значит, в них сохранены полезные вещества Очень полезные Потому что тут только грецкий орех и мед натуральный, горный мед хороший Вкусно, полезно, сытно К чаю, к кофе К гостям, себе любимому Для любителей сладкого также армянские сухофрукты Вяленые на солнце и восточные сладости без сахара Халва и чурчхела К сладкому, конечно же, чай И лучшим окажется самый северный в мире Это наш сочинский чай Богатое разнообразие вкусов поражает Наши легендарные чаи, например, горная вершина С бессмертником, с горной лавандой Это очищающий чай для печени, для почек, для сосудистой системы Особенно полезен для мужской силы, для мужского здоровья Есть чай в чистом виде, без добавочек То есть это для любителей крепкого чая Это собирается вручную, крупный листочек Собирает только девочки, потому что у девочек, как правило, мягкие пальчики Отдельно стоит отметить великолепие с Дальнего Востока Здесь и всеми любимый лосось и редкая белорыбица Визитная карточка Дальневосточного региона Дикая непромысловая рыба Не выращивается искусственным образом Также чавыча, семга, галет, зубатка Все, чем славится Камчатка Вы знаете, очень интересная ярмарка Мы в этом торговом центре часто бываем, так как он неподалеку от нашего дома Интересные, вкусные продукты, натуральные продукты Даже вот некоторые я попробовала впервые Дают дегустацию, есть этот большой плюс Витрина с сырами пестрит разнообразием Мягкие, подкопченые и копченые адыгейские сыры разного посола А также твердые, выдержанные В том числе и самый уникальный десертный козий сыр Шестилетней выдержки Самый твердый Такое лакомство после созревания может храниться 13 лет И чем старше, тем вкуснее Три года созревает земля Там добавляется чуть-чуть коньяк Цвет меняется от коньяка и от земли А остальное три года с помещением от нуля до плюс 4 градуса И представляете, один головкой Каждый день три раза надо поворачивать Чистить, моть и вся эта рушная работа И такую продукцию вряд ли найдешь в магазине Мясо кабана в гранатовом соке Канина в маринаде, оленина, хамон, бастурма Все лакомства без добавок Красители, усилители вкуса А усилить вкус своих блюд помогут специи Это панацеэт болезней и главный штрик Помимо привычных и любимых, нами есть уникальные Например, гранатовая специя Ее можно добавить в мясо, в шашлыки и в рыбу Она не острая, чуть идет с кислинкой Также выражен мой ассортимент классическими вещами Такими как куц, как хмели, сунели Вещи очень популярны, это считается как основа Кавказской и грузинской кухни Окунитесь в мир изобилия вкусов Угостите себя новыми продуктами и впечатлениями Позволить себе большего можно в ТРЦ «Акварель» Ярмарка фермерских деликатесов со всей России СНГ будет работать до 30 января С 9.00 до 22.00 Анастасия Спирина, Антон Орловский, Яков Глазер, Пушкинское телевидение В Пушкина стартовал интересный челлендж Его инициаторами стали ученики 4-го А-класса Пушкинской школы номер 5 Ребята вместе со своими родителями и классным руководителем Решили запустить челлендж «Покорми птиц Пушкина» Чтобы принять в нем участие, нужно вешать кормушки И публиковать фотографии или видео на своих страницах в социальных сетях С хэштегом «Покорми птиц Пушкина» Ребята приглашают присоединиться к их челленджу Школьников, дошкольников, родителей и всех желающих Я кормушку смастерила и столовую открыла Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать А как помогать-то? А что это у вас такое интересное? Пшено А что, для чего оно птицам? Пшено А зачем вы его в эту баночку кладете? Это кормушка Понятно, здорово И вы всегда так птицам помогаете? Достойное дело В рамках акции «Добрые дела» член фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Пушкинский Тимур Апарин помог семье Третьяковых Они обратились в общественную приемную «Единой России» с просьбой привезти дров для отопления И уже 14 января к ним приехал грузовик с дровами В общественную приемную «Единой России» обратился житель города Пушкина с просьбой о помощи С семьей Третьяковых представители партии уже знакомы В рамках акции «Елка желаний» Михаил Ждан и Тимур Апарин приезжали к ним в гости с подарками Тогда члены фракции «Единая Россия» и предложили свою помощь Ситуация очень тяжелая Мы недавно потеряли маму свою Живут они с отцом и с дядей Семья живет скромно, о троих детях заботятся их дядя и отец 14 января в рамках добрых дел Тимур Апарин отозвался на просьбу о помощи и привез целую машину дров Также депутат пообщался с домочадцами и узнал, в чем они нуждаются Такой подарок задумали подготовить ко дню рождения девочки Члены фракции «Единая Россия» и дальше будут поддерживать эту семью Мария Лихобабенко, Антон Орловский, Яков Глейзер, Пушкинское телевидение О мерах безопасности при переходе через железнодорожные пути Жителям Софрина в очередной раз напомнили сотрудники администрации округа РЖД, линейной полиции и административно-пассажирской инспекции Они провели профилактические беседы с гражданами и раздали им памятки Также была осмотрена инфраструктура станции на предмет соответствия стандартам безопасности На регулярной основе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области организуют рейды с целью предупреждения и снижения травматизма и смертности на железнодорожных переходах Очередное такое мероприятие состоялось 17 января на железнодорожной станции Софрина Там в начале месяца произошел несчастный случай Девушка переходила пешеходный переход, не обращая внимания на запрещающий сигнал светофора При этом было установлено, что она находилась в наушниках и, соответственно, попала под проходящий железнодорожный состав К сожалению, случай был смертельным Поэтому представители администрации муниципалитета МКУ Софрина, РЖД и административно-пассажирской инспекции проверили в этот день исправность железнодорожного перехода Смотрели на работу семафоров, звуковой сигнализации Оценили качество резинокордового покрытия и то, как его очищают от снега Также проверили наличие предупреждающих об опасности табличек А с гражданами провели профилактические беседы И в очередной раз напомнили те истины, о которых, к сожалению, многие забывают при переходе железнодорожных путей Также жителям раздали памятки, чтобы люди не забывали про безопасность на железнодорожных переходах и были внимательными Илья Глазунов – российский художник-живописец Автор иллюстраций к произведениям великих творцов русской литературной классики С его работами, а именно образами Николая Некрасова можно познакомиться, посетив выставку в Центральной библиотеке в Пушкино Она открылась 18 января Каждый месяц в Центральной библиотеке Пушкино проходят различные выставки 18 января там открылась экспозиция под названием «Образы Николая Некрасова в творчестве Ильи Глазунова» Она организована в рамках совместной работы библиотеки с галереей Ильи Глазунова В этот день для всех желающих была проведена экскурсия Сотрудник библиотеки рассказал о жизни произведениях и героях Николая Некрасова а также о том, как они представлены в иллюстрациях Ильи Глазунова Дарья глубоко несчастна Она в произведении на, можно сказать, на пределе своих возможностей Контраст, она будет чуть дальше Вот же она, да, две Дарьи Это Дарья, которая еще не сломалась Речь идет о героине поэмы «Мороз красный нос» Творчество Некрасова насыщено глубокими философскими раздумьями о народе, его настоящем и будущем Особое место в поэзии занимает тема судьбы русских женщин Он мог писать о трагедиях народа и передавать их так, чтобы даже спустя века после прочтения его поэм чувствовалась боль народа Эти же чувства вызывают картины Ильи Глазунова Всего представлено 10 работ Все они иллюстрируют самые знаковые произведения из разных периодов творчества поэта Здесь есть мотивы и поэмы «Мороз красный нос» и стихотворение «Железная дорога» И образы центрального произведения Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» Он как художник смог преобразить, он смог вообразить то, что писатели порой вкладывали только лишь в буквы И это невероятный талант художника, потому что надо погружаться не только в глубину книг, как пианист, как дирижер И через себя все пропускать, но и смочь это так переложить на портрет, чтобы и видящие их, эти портреты, люди смогли почувствовать эмоции, которые хотел передать автор И талант Глазунова именно в этом, в способности передавать чувства и эмоции Иллюстрации Ильи Глазунова – это самостоятельные полноценные картины, которые имеют литературную основу, но при этом обладают собственным характером Это отмечают многие посетители выставки Выставка мне в целом понравилась Мне понравилась картина «Железная дорога» На ней изображены рабочие и железная дорога Рабочие пришли за зарплаты, но им не дали зарплату Нам рассказали про Некрасова, я очень проникся Мне выставка в целом очень понравилась Сам Илья Глазунов тоже мой любимый художник Даже в Москве была его выставка Мне понравились тоже его работы Я такой человек, что люблю искусство, живопись И советую всем посещать выставки Работы будут представлены до 11 февраля До этого времени вы можете успеть познакомиться с творчеством Ильи Глазунова поближе Мария Лихобабенко, Владимир Овсяников, Яков Глазер Пушкинское телевидение День русского валенка отметили в Данилово Ранее его проводили в Ашукино И только спустя 6 лет праздник вернулся на историческую родину Именно в деревне Данилова жили мастера по валянию валенков На празднике побывала Анастасия Спирина Она расскажет, что интересного там было На поляне Лукоречи много людей в валенках пришло не случайно Во-первых, в них тепло И это идеальная обувь для зимних гуляний А во-вторых, это традиционный для Данилова праздник русского валенка В чем же еще надо на него приходить? Теплые, удобные И зашнуривать не надо Запрыгнула, все и хорошо Так что, очень удобная обувь Валенки – самая древняя, русская и удобная обувь для деревни А старшее поколение не представляет своей жизни без них Люблю валенки А вся жизнь в валенках прошла Да, вся жизнь Я ведь очень старенькая Без них никуда И когда тепло, я подошла вот так сбросила Пошла босиком Холодно я одела И обуваться хорошо, и раздуваться легко Да, очень хорошо В Данилово жили мастера по валянию валенок Скотниковой, Верелкиной Также здесь жили те, кто подшивали валенки Семья Симоновых и Шаровых Данилово – наша местная родина валенок И поэтому решили создать такой праздник Где главным действующим персонажем будет именно валенок Ранее праздник проводили в Ашукино Теперь снова в Данилово К нам сегодня в гости из города Зеленограда Приехал этноклуб «Дикое поле» Мы очень рады, что они присоединились к нашему празднику И выступали у нас наши соседи, наши коллеги Из Дома культуры юбилейной У нас есть детский аттракцион, за который даются конфетки Угощения У нас большой сегодня самовар с чаем, с плюшками, с ватрушками, с пирогами Наши жители подготовились и рады были встретить наших гостей Угощения пришлись по вкусу У самовара толпились люди, согревались чаем А те, кто посмелее, кружили в хороводе и танцевали Любой гость праздника может попробовать одно интересное развлечение Например, расписать такой вот пряничный валенок Эти сладкие валенки делают уже в Мураново Татьяна Савкина – коренная жительница соседней деревни Она готовит козульные пряники Рецепт взят из Архангельской области, 12 век Такие пряники делались, как обереги в дом и ставились к иконам Обереги лепили в виде коз Отсюда и пошло название – козуля С праздника можно уйти не только вот с таким вот самодельным пряничным валенком Но и такой вот мини-версией валеного валенка Сегодня удачный день, видно, не зря я валенки надела Анастасия Спирина, Юрий Добрунов Пушкинское телевидение Пушкина продолжают отмечать Рождество 15 января в Доме культуры «Строитель» прошел ежегодный открытый фестиваль «Вифлеемская звезда» Это уже седьмой О финале конкурса творческих работ и концерте расскажет Мария Лихобавенко Традиционный фестиваль «Вифлеемская звезда» в Доме культуры «Строитель» проходит уже в седьмой раз В его рамках проводится конкурс творческих работ Среди участников – как жители нашего округа, так и Москвы Всего 37 работ Номинации – семейная работа, индивидуальная и коллективная Принять участие в конкурсе могли не только дети, но и различные организации У нас уже была практически заготовка открытки То есть когда-то это был альбом на ретро-веступе Вот осталась заготовка, и вот уже почти готова работа То есть все мамы доставили свое что-то, кто что умеет, рисует, валяет То есть это такая коллективная работа из разных техник То есть есть удваляние, есть ватные игрушки Соответственно, когда идет коллективная работа, мы собираемся Есть возможность пообщаться В результате появляются такие удивительные работы Техники самые разные Кто-то подготовил рисунок, кто-то смастерил поделку Участники творческой мастерской «Ларец» из Зеленоградского сделали рождественский лес Я сделала елочку, которую я спаляла сама Я взяла шерсть и я начала сначала валять маленькую такую досечку А потом Елена Александровна, моя учитель, вырезала из нее елочку Все работы были представлены в формате фото и видеоматериалов, которые собрали в единый фильм Участники во время презентации поздравляли всех с Рождеством А гости фестиваля подготовили концертную программу В рамках нее были выступления танцевальных коллективов Гусляров также были подготовлены постановки и стихотворения Особенность этого года в том, что членами жюри стали дети А именно участницы коллектива «Забава» Важность этого мероприятия состоит в том, что мы вселяем, во-первых, русскую культуру в сердца наших детей И православную культуру в сердца наших детей А также объединяем между собой творческих людей Делимся опытом и делимся своими какими-то творческими идеями, навыками То есть это путь к созиданию Также в фойе Дома культуры были мастер-классы по созданию венков и новогодних игрушек В течение месяца все участники фестиваля получат свои дипломы Мария Лихопабенко, Антон Орловский, Яков Глызер Пушкинская телевизия На этом у меня все Не забывайте еще больше интересных новостей Вы всегда найдете на сайте телеканала И официальных страницах в социальных сетях А также в нашем телеграм-канале С вами была Евгения Коломиц До встречи Давайте самую свежую информацию о жизни Пушкинского городского округа В нашем блоке «Время новостей» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...